Привет! Лёшка на проводе. И сегодня Рождество, и я хотел вас поздравить с этим великолепным праздником и немного поделиться своим опытом, так как опыт довольно большой, и по-моему уже пора пришла делиться этим опытом, рассказывать о своей жизни молодого поколения. Сегодня расскажу о двух вещах, которые есть практически во всех бизнесах. Разные названия есть у этой структуры, но чаще всего говорят сейлз и продакшен. Это часть, которая занимается сейлзом и часть, которая занимается продакшеном. Ещё называют фронт-офис и бэк-офис. Тот, который общается с клиентами и тот, который поддерживает работу компании. Ещё это называется пиар и функционал, то есть часть, которая занимается пиаром и часть занимается функцией. На самом деле я очень древний человек, и я начну, расскажу сейчас о трёх этапах развития вот этих структур. И в общем-то я как человек древний нахожусь в самом начале этой лестницы, эволюционной лестницы. У меня вот есть логистический бизнес совсем небольшой, семейный, и совсем небольшой семейный бизнес гостиничный. У меня небольшая такая гостиница. Котка Хантерс Хаус в Котке. Ну, этот бизнес я тоже пытаюсь развивать. Возможно, кроме Котки будут ещё предлагаться другие варианты, но не об этом сейчас. А вот я на самом деле занимаюсь в одном лице и продажами, и продакшеном, и функционалом. То есть, ну вот, что касается логистики, значит, я сам и продаю, и сам воплощаю в жизнь то, что продаю. Так же, как и в гостинице, я продаю и тоже сам же занимаюсь организацией работы до гостиницы. То есть, уборкой в номерах и так далее, и так далее, и так далее. В моём случае продажи и функционал, и продакшен, продажи и продакшен, sales и продакшен находятся в одних руках, в одном лице. И, соответственно, схема работы, в общем-то, такая. Когда я пытаюсь продать свой сервис, то каждый раз я вспоминаю о том, а смогу ли я выполнить продакшен, функционал этого, того, что я продаю. Ну, например, если мне дают команду, ну, запрос на перевозку сборного груза, я всегда думаю, а вот тут вот проблемы, тут будут проблемы, тут наверняка будут проблемы. И что греха таить, часто я просто отказываю человеку. Ну, просто считаю, что продать я ему смогу вот эту услугу, и, наверное, не очень дёшево, с прибылью, но вот во время воплощения этой услуги в жизнь, во время продакшена этой услуги в жизни, я могу не справиться с этим, и, ну, в общем, не хочется мне выглядеть плохо в глазах клиента, я отказываю ему, то есть я не завершаю процедуру продажи. То же самое касается гостиницы. У меня часто бывают такие случаи, когда есть запрос, вот сегодня, например, у меня гостиница полностью занята, а вот на следующий день у меня есть запрос от новых клиентов, но я начинаю думать, успели ли я убраться в номере, ну, убраться так, чтобы действительно было чисто, а не закидав мусор под ковёр. И, опять же, я часто отказываю клиенту, потенциальному клиенту, который готов попасть в эту, в мою воронку продаж, я отказываю по причине того, что я просто не смогу осуществить продакшен функционал этой услуги. Поэтому с точки зрения маркетинга, с точки зрения глобальных, глобальных взглядов на бизнес, конечно, это неправильно. И поэтому первый, а, наверное, второй этап, первый шаг ко второму этапу, это обязательное разъединение функции сейлса и функции продакшен. То есть отделить продажи от производства – это первая задача, которая стоит перед крупным бизнесменом. Потому что продажи должны быть полностью отделены для того, чтобы они могли продавать, невзирая на возможности. Тогда прибыль вашей компании будет максимальна. Пусть они продадут даже один раз то, что вы не сможете организовать, но это лучше, чем они будут сомневаться и перестраховываясь продавать меньше. Продажники должны продавать, не зная о тех проблемах, которые есть у производственников. И это первый шаг к главному пониманию бизнеса. Вы должны продавать больше, чем можете произвести. Это первый закон бизнеса. Вот это вторая часть, второй этап развития бизнеса – это когда продажи отделяются от производства. Но на самом деле вы же знаете, что есть еще и третий этап. Еще часто говорят, что политика – это высшая ипостась бизнеса. Но это когда деньги есть. Деньги карманные, есть деньги для бизнеса. И высшая функция денег – это деньги для политики, для власти. Соответственно, третья ипостась вот этих проблем продажи и производства мы видим в политике. И так как политика – это высшая степень бизнеса, соответственно, я могу еще раз вам напомнить, что если вы хотите развивать бизнес, смотрите, что происходит в политике. Потому что в политике происходят самые актуальные процессы, самые передовые процессы, которые бизнес потом рано или поздно перенимает. Так вот, возвращаясь к политике, мы видим отделение пиара от функционала, то есть полного отделения пиара от функционала. И политики идут дальше. Они идут вплоть до того, что функционал в какой-то момент начинает мешать пиару, мешать их бизнесу. И вот тогда появляется третий уровень развития этих отношений между продажами и производством. То, что производство, в общем-то, не нужно. И его надо каким-то образом уничтожить. Почему? В какой-то момент развитие пиара сдерживается развитием производства. И вот это сдерживание нужно в какой-то момент разбить. Ну, приведу пример для того, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Например, нам хлеба не надо, нам тепла не надо, нам партия светит. Да, это вот один из вариантов пиарной кампании. Значит, солнце светит, спасибо партии за это. Но в этой схеме есть и производство. Что такое производство? Это вот именно это солнце. Потому что может получиться так, что пиар настраивает на то, что солнце светит, эта партия, партию за это благодарить надо. Ну, или какого-то политика. А солнце иногда берет и не светит. И политику начинает не нравиться эта ситуация, когда его пиар, проект выглядит лучше, чем продукция, продакшн, производство солнца, функционал. И вот тогда, и мы видим сейчас это, что политики максимально пытаются уничтожить функционал. То есть оставить нам только пиар. То есть оставить нам только виртуальное, пожертвовав реальным. И это, наверное, высшая форма развития бизнеса. Бизнес, который не содержит в себе вообще никаких реальных вещей, никакого реального производства. Если вы посмотрите внимательно по сторонам, это касается не только России, то вы увидите, что к этой цели движется, в общем-то, большая часть бизнесменов. И к этой цели уже практически пришла большая часть политиков. Смотрите на политиков и пытайтесь воплотить в жизнь то, что они делают. Они на самом переднем крае борьбы. Ну вот, в принципе, и все, что я хотел сегодня сказать в это Рождество, еще раз праздником. Берегите себя. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин